Windows и WinGames Вот надо игры Windows Внутрить в WinGames Или наоборот и повторы Потереть Немножечко надо подвинуть Почему-то коряво встаёт на самом деле Давай посмотрим Чего у тебя там Блин, последнее время Кибергейм вообще не хочет работать Там вроде вниз идёт Угол здесь обрезан А, Лакон присутствует ещё Лакон Вы в курсе, что В этом списке, который В текстовике Тут более 4000 игр Сейчас Который я скинул, да? Который В текстовом файле Там 6424 игры Да Да Я знаю Это не сортированный список Вообще не сортированный Да Да Все Начинаем Да не знаю, я захватил то нормальное, а почему то искоряилось Посмотрим что такое спектрм шмат Игры достаточно более-менее То есть можно кнопку зажать одну и и идти Если что то со звуком говорите. Как это мило! Я послушу звук Я думаю, что выжать вполне могло выйти на gameboy Вполне А что выходило? хорошо играть на черно-битом телевизоре о, здесь, кстати, серый, по-моему, присутствует цвет, и он ужасный на самом деле лучше бы вся карта была желтого цвета почему тебе не нравится серый цвет? а там, вот ты увидишь там, блин, да е-мое там совсем кончено выглядит, и ты не видишь пулек и вообще тут ты на желтом их еле разберешь, а черные на сером это жаль, конечно, нет музыки какой-нибудь такой да, только взрывы есть как я люблю как на спектр спектр лайк? ну, я б сказал, это вот, допустим, когда я на спектруме играл, там музыка была, мне прям вообще понравится такие язык классные спектрумская музыка, нет, это жесть, все-таки как ни крути, это все-таки жесть спектрум, спектрум, бах вот этот примерно то, что было в Армагеддон, ман ман? ман ну, блин не я не я да что ж такое-то со мной Секунду назад запускал для проверки, и то лучше прошел с этой фигмой. Так, и все. Вот скопки получили. Семь, скопки семь. Семь, семьсот восемьдесят одна. Это чего? Игр. Отсортированное, что ли? Нет еще. А, семь тысяч семьсот восемьдесят одна или что? Да. Пока что да. Ты же их как, можешь по алфавиту что ли выставить? Я их уже выставил по алфавиту. Просто я заметил там, допустим, когда в русском, там может быть, допустим, название игры и в скобках в конце компьютерная игра. А, допустим, в английском, допустим, в скобках стоит Windows Game или что-то такое. Это, ну, ухудшает ситуацию? Или она тоже может это найти? Ухудшает ситуацию. Ну, конечно. Ну, по факту я тут уже вижу, что есть повторы. 101 долматинец, 102 долматинца. Ну, там, там есть повторы, да, по-любому. 2. Вот этот он, ту опана из челлендж. 3D. А, нет, тут мини-гольф. 4 на 4. Ну, с чай, короче, разберусь. В пижамине на Нессе выпал Little Ninja Brothers. Что за игра? Что-то. О. Позвание знакомое, а картинки у меня сейчас нет перед глазами. inde На Белый друг. 5 лет. Ой. Сodle opened дверь мой. Вер compа . ну просто здесь очень хардовый, я вам скажу, очень. Да ладно, попроще, чем кармарин. Да я, шучу, в смысле здесь ты встаешь на одно место и зажимаешь пробелся. Ну в моем случае, так и. А без этого пау-ра-поксаря, который постреляет на несколько сторон пуль, это вообще невозможно, я почти проходил. Эм, простите, а... Девлин, это я как понимаю твой косяк, а ты как вообще игры-то копировал? Копировал, добавлял, удалял, вот сама сдвигал, вот удалял все, вот сама. Просто как бы крайзис. Как бы крайзис. Напомните принцип формирования вашего списка. Моего списка, он пол... Он как вот, как в Википедии был, так я его откопи-пастил и играл отличный пробел. Что вы хотите с этим списком сделать? Я хочу этот список иметь сама полностью. А, тебе тут нужен просто список? Да. А, это для дела, господи. Вот. А тот, что список, что сделал Ригидон, это уже, наверное, смело можно добавлять... Да не Ригидон сделал. Ой, блин. Кто сделал? А, лорд. Уже, наверное, смело можно добавлять, как... На основном это самое, грандомайзер. Не, я помню. Не, тут все равно надо будет проверять, потому что тут есть такие повторяющиеся, которые тупо неправильно написаны. Угу. Ну, например, тут есть игра звей. Например. Или это, я вот по этим могу, это звей два или... Потому что потом идет игра звей с двумя восклицательными знаками. Тут должно быть два восклицательных знака, или это двойка такая, или что? Это не звей, это цвай. Это цвай, я тоже так сказал. Извиняюсь. Цвай два или цвай, это так, это должно быть. Ну, да ладно. Ну, кстати, я выяснил, вот в этой игре, если этого урода не убить, которого я сейчас убил. Типа такой подбосс. То есть, он улетит и не оставит тебе поварапа. Что очень плохо опять идет. Ну, это как бы, да. Это особенности шмоб. Но зато здесь после смерти поварапа не исчезают. Но здесь также у тебя есть один огромный минус. У тебя дается в жизни, и, блин, и только этот подбосс может дать тебе их. Но без поварапов здесь фактически невозможно дальше пройти. Потому что начинается такая техника, которая с пульками обычными уже не загасит. Да, на самом деле, по-моему, можно было на вот эту лодочку пересесть или как. Вот на зеленом свете вообще все ужасно. Это все ужасно. Ого, ого, ого. Ого, ого. Я просто аж бамбов на фигары ему надо превращать в шмак. Ого, ого. Вот уж без чего можно было бы обойтись. нет самая сейчас подумал недавно это вот так что назад будущее три на спеке она заключалась теперь сайт скроллер тоже шмак потом же тир и платформер круто мультииграл мульти жанр не очень то распространенное явление еще более неудачное в тех случаях когда оно есть то есть именно удачных случаев довольно немного так сейчас должен быть боссом или что то так и в итоге наш список из 7 сколько там говорил 7 с лишним тысяч да у тебя получается это самое откатывается что лет от какого нет нет он также остается просто придется в этот раз на мне жизнь если я даю потому что если я не возьму жизнь то я начну всю игру самого начала а здесь по уму около шести миссии насколько я знаю может быть меньше может быть больше по моему 6 слил да once again ну это сейчас было area 3 то есть у меня еще тут эти area 6 6 этих 6 зон пространство да сколько там если кто может посмотреть пожалуйста может быть я ошибаюсь ты предполагаешь что их возможно но игра проходит за 20 минут да игра проходит в принципе она короткая это шмак она короткая но сколько многие проходят за 20 минут градусы проходят за полчаса если проходить на на еще означает свив что означает свив силк ворум инвертикл Переведите, пожалуйста. Это в переводе не нужная цель, это нужная цель в объяснении. Silkworm — это игра легендарная с еще Комодоро, и на последующих платформах тоже. Когда летит вертолетик, едет джипчик, и они вместе уничтожают каких-то там пришельцев-фотодженцев или типа того. Выходя на NES была дико популярная вещь, да и не только. А это, соответственно, в переводе Silkworm, но вертикальный. То есть то же самое, но вертикальный скроллер. Допустим, если, наверное, будешь играть на двоих, то внизу будет ехать еще и чип. А, да, я вот и вижу здесь машинку. Кстати, вот не носит машинки, ей придется объезжать все эти столбцы. Да, она прыгать умела в Silkworm оригинальном. А, кстати, там есть кораблик, я так понимаю, вот как раз для машинки этот кораблик и нужен был. Вполне вероятно. Я попробовал, кстати, за машинку сыграть. По-моему, а, в одиночку, да, можно было выбирать, за кого играть. Диплом нельзя выбирать. Здесь просто нажмите старт для игры и все. Там, видимо, где-то на этом надо выбирать. На клавиатуре, чтобы поиграть вдвоем. А, вдвоем на спектрами. У-у-у-у-у-у. Один, ужасными семерками и девятками, второй интересный чем. А чем ужасны семерки и девятки, портал? А тем, что вверх и вниз неудобно управлять. Там, в таких ситуациях путаешься, где вверх и вниз, и в итоге налетаешь на пулю. Я вообще чуть-чуть привыкну к любому управлению, перестаю его путь. Не, ну если, конечно, я буду его задарить, то я привыкну. А так, нет. Зачем? Нету музыки в игре. Есть только на заставке, если я не ошибаюсь. Да, есть музыка на заставке, но нет музыки в игре. Я могу включить какую-нибудь музыку под... Из Силка Ворма. Такого типа игру. Из Силка Ворма музыку. Там классная музыка была эта. Дико занудная, но классная. Да, короче, из 7781 игры осталось 6956. Ну там их намного больше, чем он там... Ну, и это не факт, что список полностью чист. Угу. То есть, максимально чистый список ты можешь получить, если ты глазками и ручками по нему пробежишься сам. Ну, понятно. Потому что всякие там запятые, двоеточие, тире, там это никто не отменял. Тем более, это распространенная практика, то что иногда там, если у игры есть там под название какое-то, то используют либо двоеточие, либо тире, а естественно... При этом кто что напишет, потому что... Почему тире появилось вместо двоеточия ставить часто? Потому что в названии файлов нельзя вписать двоеточие? Блин, я подобрал жизнь. Зашибись. При прохождении игра пишет тебе просто-напросто Game Over. Какая? Это селформа вот эта вот? Да. То есть, при полном прохождении я все равно получу Game Over? Да. Да. На Нессе меня такие вещи убивали. Никакого разумного объяснения, что я здесь делаю. Ага. Так. Так. Арея четыре. Короче, четвертая арея вот в последнее уровень. А, здесь четыре еще. Четыре. Не шесть. Ну, видимо, да, так получается. В классическом селку армия восемь было. На счету я не так хорошо сделал. Причем восьмой жопу урвал, как я не знаю, просто. Даже рядом с обычными уровнями не стояло. Так, сейчас, подожди, Девлин, а ты ничего скинул? Два текстэшника? Да. А что ты имеешь в виду? Я не то забрал. Я забрал, который лорд делал, который... О-ка. То есть, все совсем плохо. Да, может быть, все равно круто. Ну ладно. Я тебе скинул WinGames и игры Windows. Ну ладно. Вот эти два списка. А тут Ригидор. Да. Это игра, 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 игра. Это вообще пиздец полный. Да. Это пиздец, потому что... А если это, кстати, удалить скопом? Тоже пиздец, потому что тут некоторые игры просто по-русски называются. По-русски те же называются по-русски, а не дубер. По-русски их можно, в принципе, полностью добавить. Ну, например, вот, Шерлок Холмс и Секрет Ктулху. Угу. Это и есть... Ну, там, короче, в конце вот этого списка игры Windows. Там, в принципе, я бы мог сам это сделать. Я бы мог их чисто вынести в отдельный список. Потому что это именно игры русские. О, корпорация Элита. Короче, кофиг, не хочешь. Не надо. Ну, а просто их так... Русские, это ладно. Просто с русскими. Просто будут проблемы, если... Тупо игра на... Русском встретится, как бы... Написанная латиницей... Да, просто латиницей тупо она будет написана, и всё. Из этого будет тупо проблем. А ты думаешь, есть такое? Сотопудов есть. Скорее всего, да. Я ни одной игры не видел, что было написано латиницей. Гадалки не ходи. Князя поищите. Одиннадцатый. Который по-английски называется Konung. И, по-моему, выходил за рубежом, если я не ошибаюсь. Ты думаешь, наши игры, которые выходили за рубежом, они как-то по-другому написаны? То есть ты думаешь, они по-русски написаны? Я понял, я понял, что ты имеешь... Они написаны просто латиницей. Либо латиницей, либо на перевод, то есть на их манер. Ну да. То есть Ил-2 штурмовик, так и будет Ил-2. Штурмовик, хуй знает, не помню. Ой, я не понял. Собственно, Warplane, Warplane, по-моему, Warplane и есть. Да, Warplane и был. Вот тебе, пожалуйста. Или те же дальнобойщики? Дальнобойщики и Ring-Roll, как она была в Америке. Игент выходил. Игент не выходил. Они выходили. Даже третьи выходили на западе. Твою мать. Ну да, одни шмапы. Дааа, шмапы это. Шмаповый период. Вообще неправда, я в Готчку играю. Ну ты играешь. У слова шмап. У меня шмап. У Ригидона шмап. Про Марио там, ну ладно, не считается с этой Тохой. Но всё равно был шмап. Ну, шмап. Считается оно там или не считается? Ну а теперь давай проверим, что там по твоему списку получается. Из... 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 Играи твоё... Восьми тысяч... Ну да, я же говорил в одной шесть, а другом две половины. Восьми тысяч восемьсот восемь... Из восьми тысяч восемьсот девяти... Короче, восемь восемьсот девяти... Было игр. Угу. Ээээ... Стало... Семь тысяч пятьсот одиннадцать. Нет, не... Тоже проще отсортировать еще, нежели они стоят где-то сверху. Если глазами, то так, конечно, будет проще отсортировать, кто б спорил. Кстати, а мне интересно, дополнение там тоже, получается, показывается для игр? Или там только сами игры? Как бы сказать, я полагаю, что StarCraft и StarCraft World War должны быть двумя разными играми, потому что это две разные компании. Да, конечно, веселая ферма — это, конечно, пешеная игра. Да ты будешь удивляться, там даже Lineage 2 есть, и R2 онлайн, и еще что-то, я там такого видел. Это я не удивляюсь. Почему? Это же Windows Games, чего удивляться-то? Этот список не по челлендж делали, его просто сделали. Да капец, короче. Вот, вот я вот прямо сейчас лёд увижу в Empire Story и в Empire Story год первый. Это разные игры или это одна и та же игра? Это надо выверять и проверять. Ой, Bullet Hell небольшой. Главное оставание. Я на Twitchе смотрю. Нет, все-таки после того, как я увидел Тоху, любая фраза Bullet Hell для меня, считай, как бы является бессмысленной. Вот, например, Ace of Spades. Видео, в скобочках, видеогейм, и еще один, в скобочках, игра. Ну вот, да, да, вот этот тот момент жопный. То есть, тут надо все уже руками перебирать, я этим, соответственно, заниматься не буду. Ну, хотя бы вот это было бы, мне поставь туда этот, чтобы список был полный. Скомбинированный уже. И убранный от самых очевидных дупликатов. Да. А я посмотрю уже остальное. Да зашибись, графика. Графика, что надо. Для спектрума вообще. Нет, я про желтый цвет еще молчу, но про цвет зеленый, это вообще глаза режет. А ты еще офигеешь, какой последний уровень. Тут 10 минут красного цвета. Да, я, может, пора. А когда малиновый будет? Глазный красный цвет. Вспомните АТВ, как она хорошо смотрелась в одних цветах, а как мерзко в других. Я не смотрел АТВ. Ты не смотрел АТВ, это такая мощь вообще была. Трога, трога, трога. В четырех цветах, да. Нет, трога в четырех цветах, это в двух. Точнее, она в пяти или шести цветах, но одновременно на экране два цвета. Один из которых черный. Ну, при чем заставка, это, ну, панель-то, смотри, все-таки. И красная, и желтая. Это панель. Панель погоды не делает. Все, например, смотри. Забирай свою. Здесь есть черный, желтый и синий одновременно. А пускай пока полежит, я потом заверю. Не, ну, это хорошая игра на спектроме. Остальное, эти два списка можно удалить. Так. Ой, ты ёб твою мать. Что там такое? Фин Геймстекс. Тебя желтый диамон удел? Нет, я в Реймон. Тут это, тут растение Бонг. Че? Растение Бонг. Ну, ты в Бонг играл, помнишь его? Головастый пацанчик такой. Ну. А вот тут по углу, это вот тут растение Паука Бонг. Тут это где? В Реймоне. А. Господи. Просто в моем представлении Бонг это, это, какой-то коленчик. Такой коленчик. Нет, я имею ввиду Бонг и того, в которого ты играл как раз. Что с этим вертолетом, он как будто зараженный и заразили. Я, кстати, не помню в какой игре я такое видел. Че еще раз? В какой игре вертолет заразили, он типа стентаплини был. В какой-нибудь, в какой-нибудь этой, какого, как она называется, я не знаю. Из башки вылетело. Небудь про зомби. Нет. Господи. Прототайп какой-нибудь, во. Там не было зараженных вертолетов. Какой из прототайпа, я что-то не слышал знакомое, но он так сходу что-то не вспоминается. Что-то контрподобное? Нет. Это на... На ПК. На ПК. Не знаю бы. Что-то типа... Даже не знаю, чем все сравнить. Этот как его... Короче... Что-то типа инфеймоса, короче. Да. Если так можно выразить. Там, короче, чувак ходит, всех мочится, любила суперспособности. Всех на кишки, короче, мотает, так что. Не что-то похожее. А так оно есть, что-то типа инфеймоса. Только там, чувак, всех молнии жахло, тут просто все. А инфеймос в каком году вышел? Кишки. В кишке. Смотря какой. Ну вот самый первый. Самый первый инфеймос в Киеве. Да. Первый прототип и первый инфеймос вышли с разницы в неделю. Инфеймос вышел раньше. Насколько я помню, там... Прототип вышел 9 июня. А инфеймос 25 мая. Где-то так, наверное. Короче, я тут бодаюсь с большой такой головой. Растение... С шипастым растением с большой головой. Откуда у растения голова, спросите вы. Я не знаю. Спросите француз. Ну, все. Да, вот в списке Windows Сибир должен попасться первый трейлер Реймона и хотя бы первый план. А они выходили на Windows? Да. Не знаю, как первый, второй точек. Кстати, кажется, я вспомнил, где этот вертолет, блядь, был. В этом, как его, блядь. В Сирио Сэме. Был, был, был вертолет с кентаклями. Вот, видишь, здесь сразу три цвета. Черный, серый и синий. В третьем Сирио Сэме. В твердолет с кентаклями. Если черный не считается, там будет потом серый, синий и зерё. Сирио Сэма, они в втором году вышли. В первом или в 2000. Не помню. Опять же. Ну, посмотрите, они там должны быть. В первом Сирио Сэме вышли где-то в 2000 году, даже раньше. Нет, раньше 2000-го он не мог выйти. Он мог выйти либо в 2001-го, либо в 2000-го. В самом начале, да, в самом начале 2000-го. Я тоже помню, они выходили. Ну, посмотрите, там. Давай вертолётик с поварами, где-то. Микрофон рулит. Я тут поглядываю периодически, на этот графон. В глубом классно смотрится, кстати. Как будто вода. Ну, это и есть вода, как бы. Это больше на песок похоже. Ну, здесь кораблики, видишь? Я поэтому не говорю, что это вода. Типа затопленного города. Хотя, если это не вода, а песок какой-нибудь, то мне странно, почему по нему ездят лодки. Может, это судно на воздушной подушке, ты знаешь. Да, может быть, это судно на воздушной подушке. А это скорее песок, потому что это, это... Это, походу, что-то арабское. Ну, здесь написано... Вот до чего фантазия в спектромских играх. Мы уже спорим, это лодки или судно на воздушной подушке. Вот, я вам говорю, что это, видите, вот здесь начинается, типа, как вверх, и здесь начинается земля. Ну, эта игра все равно лучше, чем MiG-29. Или сколько... Какой мне там выпадал? С коричневой графикой. С перцем, с ким MiG-29. Нет, мне выпадал на Нессе. Не выпадал от Кодмастерс коричневым... К... Игра с коричневыми истребителями. Вау, Кодмастерс это боль во всех... Во... Во всех вариациях. Вертолет пульками уничтожающий танк. Я там даже доходил до второго уровня, но там, блин, там нет конца. Ну и что, что вертолет пульками уничтожающий танк? Чего там, от чего там такого? А танк стреляет. По вертолету, нет, немного глупо. Хотя это, в принципе... Ну, я говорю, а чего там такого-то? Мне больше интересует, почему танк пытается... Блин, уничтожить вертолет... ...пульками. И у него это получается. И у него это получается, прекрасно получается. Потому что, потому что, потому что танк не может поднять дуло до того уровня, чтобы выстрелить по вертолету. Поэтому пульками, а не снарядом. Потому что у него на крыше стоит 50-мм пулемет. Каковым он пытается отстреляться от этого? От танка. От танка вертолета. Сдохни. Сдохни, мерзкая тварь. Да, контакт уйти, уйди, 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 ракета. Ночи, 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 ублюдочную базу. Блин, три жизни у меня вышло, или четыре. Вспомни миссию с вертолетчиком. Это последняя, что ли? Нет, это. Останови кассету, нажми пробел. Снова желтый цвет. Самый нормальный. Пусть бы он так оставался до конца игры. Оу, ех. Я получил очередной бриллиантный кубок. Это вы что, в этих забегах на ежедневных, что ли, участвовали? Я ежедневные, я на бриллиант не пробегу в жизни вообще. Ну нафиг. В ежедневных я максимум на золото добегаю. Иногда. Время от времени. А ты в офлайне играешь по ежедневным? Нет. Они же не подгружаются здесь в офлайне. А. Нет, я сейчас играю картины Ориджинс. Вот сейчас закончил одну картину как раз. Собственно, первую. Получил за нее бриллиантовый кубок. Ну, чтобы в сам Ориджинс поиграл. Ну, Ориджинс у меня тоже есть. Но если я уже стал играть в Леджинс, лучше же мне пройти Леджинс сначала. Ты его и отброшил? Нет, пройти его, ну, если добить его. Оплатим, как положено. А это невозможно сделать, если не пройдешь все картины. Ну, я понял, да, ты из этих. Да, я из этих. Ну, ты как бы знал. Что-то из этих, да, я знаю. В самом Ориджинс... Тут же не все уровни из Ориджинс, только часть, я так понимаю. А, вот теперь я вступил. Ой, там даже близко не все. Там даже близко не все уровни. И это хорошо. Значит, мне будет интересно играть в Ориджинс. Ну, блин, вот именно, что в Ориджинсе, в отличие от Ориджинса, с этими, блин, картинами, с этим выбором уровней, ну, я уже говорил. Масферова вообще какая-то. Ну, я понял, нет, 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 я сносящий поиграю, он у меня есть, он у меня скачет. А вот это вообще а-то, я здесь нихера не вижу. Кстати, я не понимаю, почему Ориджинс на консолях так много весит. Как он весит? Гигабайт. Гигабайт? Да. Насколько я помню, на ящике весит 5. А на пикашке, он пикашный весит полтора раза. У меня PSN-овый весит гигабайт. А на ящике, по ходу дела, это как его, на ящике, по ходу дела, кривая оптимизация. Нет, там все образы весят 7,5, но на диске она занимает 5 гигабайт. Ну, так я говорю, у них там кривая оптимизация какая-то. Может, у них архивы распакованы, хрен его знает. Ага, может быть. Э, а, к-к-к-к-к. Стоп. Ну, может быть, все, конечно. А вот у меня пкгшник весит, сейчас я скажу точно, сколько мне весит пкгшник. Раймон, 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 Раймон. Ну, прям. Небольш stata приказывает, что она на диски выходила, то есть получается, она на здесь гигабайта и ее выпускали на Blurray. Для PS3. Ммм, может быть на DVD. Ну, как правило, Blurray вообще. Как я хер знаю. Раймон всерьез. Раймоны на 하지 0 и седьмэ бабальты, да. Леженс тяжелее. Леджинс там 3 с хвостиком. Ну, наверное, на ПК скидкой весит. В ПК-шной версии, кстати, нет настройки графики, кроме разрешения. А зачем там настройки графики, кроме разрешения? Ну, это просто объясняет, почему они весят на консолях одинаковыми. Но Бортикстук всегда один. Я к тому, что это там, по-моему, вообще не нужно. Ну да, если она мне на ноутбуке идёт в 35 фпс, на встроенке, то она там не может. Она ему пойдёт висели. Подлетающей херни. Что я говорил насчёт боссов, забудьте. Вот этот босс жёсткий. Он меня пугает. По нему попасть трудно. Голубой... Голубой экран. А Малиновый уже был? Голубой. Нет, Малиновый только последний. Он там красный, по-моему. О, есть. Первый жёлтый, по-моему, да? Первый жёлтый, второй синий... Синий-зелёный... Аааааа. Что вы делаете? Урааа, красный. Боже мой. Ну, красный не так круто выглядит, как малиновый. На самом деле. Да, да. Всё. Малиновые мне нравятся больше. Блин, а вот кто мне скажет, откуда здесь Angry Birds? Это не Angry Birds. Ой, это предпоследний босс, да? Они даже близко на Angry Birds. Это предпоследний босс? Похожи они на Angry Birds. Похожи они на Angry Birds. Не похоже. Ты играл в Angry Birds? Да. Сколько ты играл в Angry Birds? Ну я имею в виду вот эта змейка, у меня отставание. Змейка это была... Ну понятно. Не похоже, они на Angry Birds. В этот, блядь. Там хотя бы ножки есть, у Angry Birds их нету. В о чем? О птичках в этих, в Origins. А? Я утверждаю, что они на Angry Birds похожи. Похожи они, похожи. Похожи. Я не сказал, что они одинаковые, я сказал, что они похожи. Я подозреваю, что дизайн является откровенным прям этим. Не плагиатом, а как это... Даже не заимствованием, а реверансом в сторону Angry Birds. Да, причем я посмотрел по прохождению, там 4 зоны. Я его не скажу. Я прошел 4 зоны, заработал меньше очков, чем я заработал за прошлый раз, пройдя 2 зоны. А, это не важно. Ты че, все? Я подох. А-а-а! Я погиб смертью. Ты не прошел 4 зоны. Ну че? Так, щас, подождите. Трочи боссов, че я могу сказать. Ну, буду. А у тебя че, на дискете что ли, если, блин, так быстро нажимаешь, как-то на тебя просят перевернуть кассету. Я тебя попросил спокойно. У меня все никак руки не доходят этого Рэймона купить на плойку. Который Рэймонд 3? Который Рэймонд 3. Который переиздание старого, я так понимаю, да? Да, HD переиздание со второй плойки. Все никак руки не доходят. Так, я ее уже мучаю 40 минут. Ну, ё-моё, пора бы уже... Слева, давай, не назад. Человек мучается на спектруме 40 минут. Да. О-о-о! И страдает из-за этого. Ну, ё-о-о! Ну, с другой стороны, с учетом того, что две предыдущие игры дались за полтора часа, я не удивлю. В принципе, может быть, она мне тоже за полтора часа дастся, в конце концов. Да. Тоже мне. Тоже мне. Я в Данде больше играл. Но ты не прошел. Не прошел правильно, потому что она не дала мне себя пройти. Ну вот, потому что там в конце просто пытаешься войти в портал, а он не работает. А он должен работать, а он не работает. А это технический рерол, я понимаю. Технический рерол, да, правильно. А еще я играл в Мисс Пахман, и я в нее играл больше. Угу. Которую тоже невозможно пройти. Мисс Пахман ты страдал, да. Вот тебе, кстати, почему-то даются такие игры, которые прям... С одной стороны, вроде бы это хорошая игра, а с другой стороны, она, ну, не дается по... По какой-нибудь причине, да не дается. Он трог, пожалуйста, самый наглядный тому пример. Данди... Вау, я вспомнил, что Дан проходил на SNES. Данди... Все? Данди... Данди по той же причине я не прошел, по которой не могу пройти и трогать. Потому что она глючит. Потому что она глючит. Потому что она глючит под конец игры. Я и Данди бы прошел, если б меня портал пустил. Да, е-мое. Зажался он себе. 40 минут на спектрами. Я 6 стримов проходил игру на спектрами. Я 5 раз пытался пройти спектр. И каждый из них был больше, чем по 40 минут. Боже мой, я просто... Ну ладно. Привет, Марат 230. Привет, Марат 230. А вообще-то Челлендж все равно тебя сломает не полуторачасовой игрой, рано или поздно. Например, по атакам. Не знаю, не знаю. Не обязательно по атакам. Терпение более-менее так, что я выдержал. Думаю. Надеюсь... Кого? Эту игру? Или вообще Челлендж? С Челлендж сам. А эту игру-то я и пройду. А-а-а. И он почти до конца тытащил сейчас. Терпения здесь мало. Хотя терпение это важный фактор. Очень важный. Но не единственный. Не, на какой-то игре у меня может быть и взорвется. Так и будет. А так пока нет. Я помню, как я радовался, когда я прошел спеку. Ага. Ты, ты, ты тогда еще не знал. Не, вот игру, которая тебе попадалась на Ягуаре, я бы, наверное... Вот ее бы я, наверное, не осилил. Начинаю отвлекаться на чат. Так, а у нас на завтрак кроме меня записи еще есть? А у тебя запись не на сегодня там стоит случайно? Нет, на первое. Не знаю. Я пока сам не знаю, когда я продолжать буду. Мне для этого надо вспомнить, сколько проходится вторая глава в готике. По времени. Так. Ну пока для меня второй босс самый хардовый. Мистер Дайвлин, я начал загружать видео с первой части пак атака. Одно видео, десятого уровня и два часа. Молодец. Молодец. Пока у меня дома никого нету. Мне пофиг, у меня компьютер может работать круглосуточно, он может качать круглосуточно. Когда подруга проезжает и интернет ни хера не работает, потому что я качаю, тогда... Да, проблематично. Да. Зупень. Так, расписание. Первая двенадцатая, с двадцати до часа. Ты зашибись. В нем еще никого нету. Тебе надо это. Тебе надо заканчивать, позарез прям. А что, кстати, там у тебя? Шмап? Она сильно шмапа. Опять шмап. Мы же до этого говорили, одни шмапы. Одни шмапы, амижный шмап. Угу. Когда я свой Зеравинг буду играть? Завтра точно нету. Может быть в автору. Может быть в стране. Может быть никогда. Нет, когда-то будет. Возможно, еще через полгода. Да. Да, можно через полгода. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, Марио классно взорвался. Нет, хорошо, хорошо сделал, молодец. Ну, хоть это банальный просто... Это банальный повтор АВГН, но сделано хорошо и душе чувствуется. Я не удержался, мне было смешно. Да, я слышал. Мне тоже было смешно, но я молчал. Я держался. А я думаю, откуда такой, знаешь, шум идет? И вроде не слышно, я думаю, он сейчас будет микрофон. Включай стрим, а там махает. Ага, и музыка нарастает. Да. Все таки с красными глазами, с кровавыми. Я все это с покерплейсом послушал, такой ясно, понятно. Несчастный Ромарио. Ну, ты сам иронию не понимаешь. Да. Вся фишка-то как раз именно в том, что это вот. Вот оно вот такое. Именно. Да ем они. Все равно похожи они на Angry Birds. Красные точно похожи. Вистория Гердон Кадановая. Уже вернете на картинку букву Е. А, я забыл про картинку. Я совсем про нее забыл. Успростите. Исправлюсь к следующему. Ну, что? Как спичь. Как спичь. Как спичь. Все так же? Да ем. Лучший результат 4 уровень. Самые бесявые это самоноводяжки. На все остальные я очень редко натыкаюсь. Уклоняйся. Уклоняйся. Я пытаюсь уклоняться. Они за мной 4 штуки порутся и... Куда я, туда они. Они быстрее, чем я. Уклоняйся. Чтобы от них уклониться, надо быть супервеликим. Уклонятелем. Ну, вот тут сейчас, конечно, все шокно. Зато самое замечательное здесь я один плюс заметил. Правая башня не поворачивается. Хотя я все время не использую этот плюс и иду какого-то хрена направо. Рефлексы. Есть игры, в которых рефлексы пользуются для игрока, а есть в которых нет злого. На этот раз. Сейчас мне надо подобрать жизнь. Потому что 3 повара побольше не подбирается. Да твою мать. Все, мне точно нужна жизнь. Блин, вот как я это делаю? Как мне это сделать? А че тишина такая? Да, каждый молчит о своем, че. Вечер всем добрый. Здравствуй. Здарова. Я смотрю, что тут зашел, посмотреть, что тут играются. Ты говоришь тишина, и все, тишина закончилась. Я виноват, да, я знаю. Я что хотел сказать насчет вчера. Я даже вчера рестлинг записать толком не смог. У меня интернет отключился по форме программы. Так что интернет включили, наверное, ночью, потому что я ушел часа в 2-3 ночи по нашему времени спать. Интернета не было. Так что не смогла я вчера никак. Ну че ж, ну мы тоже не дождались и ушли, и остался только Фолкнер, который, по-моему, весьма старательно добивал свою стратежку. Сегодня продолжал, и он ее все-таки добьет. Вот в этого человека я верю, он пройдет через... А в меня ты, значит, не веришь? В меня же этого не веришь. Нет, в тебя, нет, в слово я верю, потому что он в итоге справится, но, правда, сколько времени это займет, я не знаю. Я сам, на самом деле, в себя не верю, потому что вряд ли я... Лер, я в тебя как раз верю, опять же, вопрос времени и ретраев, ретраев, ретраев. Да. У меня просто сейчас в жизни такие моменты, что, скажем так, для компьютера у меня времени абсолютно не остается. Но это многие такие. Да, если мне повезет, как бы, то после Нового года у меня будет куча, уйма целое времени, и я смогу практически каждый, чуть ли не каждый день стримить и... Ага. Дело случая, как бы. Вот возьму, блин, съеду на работу, там у меня будет уйма свободного времени. Мне интересно, кем ты работаешь, что у тебя там столько времени? Нет. Я имею в виду, я съеду на работу, жить там буду. Ну да, а кем ты работаешь? Я уже говорил, что я главный специалист отдела обеспечения мероприятий и режима управления делами центрального аппарата политической партии «Справедливая Россия». Ахуеть. А теперь по-русски, пожалуйста, что ты делаешь на работе? Разные. Сидишь и задрать его из челленджа. Не, на самом деле, разной херней я там занимаюсь, и бы сидеть задрать его из челлендж в последнее время у меня особого времени не было. Ну, просто, скажем так, вот, мы вместе скажем, ну как, в смысле, я... занялся челленджем, скажем, последний, ну скажем, ну, ну, около месяца, чуть больше. Ну да. За это время я все время видел у тебя такие сообщения, что, типа, блин, что так в челлендже тихо, на работе скучно сидеть? То есть ты сидишь, работаешь и слушаешь челлендж. Вот это мне интересно. Да, слушаю или смотрю. Вот это да. Иногда сидишь, работаю, иногда... Я это, кстати, тоже, как сказать, мне скучно работать, хоть я постоянно двигаюсь, постоянно там что-то делаю, но мне скучно. Даже не хватает, что радио там работать такое. Мне хочется послушать челлендж. Ага, да, потому что болтавня всякая интересная какая-нибудь. Ну, я электрик, я вот проводку прокладываю из грязи в пыли. Работа сугубо методичная просто вот. То есть ты просто подключаешь свой телефон к интернету и просто слушаешь. Не, я не пробовал еще, просто не хочется. Ну, в принципе, если у тебя компьютер, о, этот, телефон поддерживает интернет, это, в принципе, возможно. Ну да. Я примерно так и делаю с тех пор, как я на дуф свой похерил, как получено. Здравствуй, пижама. Вот мне даже уже, вот, прям, мистер Ломикс прям приветствует. Добрый вечер, мистер Ломикс, пижама. Спасибо. Кали Ромарио. Пока еще, мистер. Да, ты пропустил эпичнейшую боль Ромарио. Она есть, по-моему, на записи, так что ты сможешь ее послушать. Да. Она будет на записи, она будет, наверное... Ну, она исполнена же даже в записи, говорят. А что такого случилось, что уж прям Ромарио плакал? Почти. 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 Да, от этого до слез один шаг. Скажем так, этот вариант часто предпочитают слезам. Я, наверное, постараюсь сейчас найти этот себе. Потому что, блин, я думал, я самый такой, как это называется... Ты... у тебя превосходство над Ромарио в данном случае и в том, что ты можешь исполнить это спонтанно. А он прям задумал это. Спонтанно и не подготовлено. Да, спонтанно и не подготовлено. Ну, я просто такой человек эмоциональный. Ромарио сумел исполнить это только в записи. Кролик Роджер пройден, но не до конца. Скажем так. Кролик Роджер пройден, но не тем человеком. Кролик Роджер пройден, но еще будет. Потому что я всю ночь смотрел, как его убивать в снах. Я его даже в снах убил. Кролика? Да, нет, не кролика. Я бы его тоже убил. Вот, кролика я бы тоже, да. Кровь из носа. Я, блин, я не знаю, как даже чуть ли там слезно клясться, что я обещаю, что я его побью. Сикл, о чем молчит УГЦ. Помнится, когда ты пытался последний раз побить. Ты вообще другое говорил. Да. Ну, тогда были нервы. Тогда были нервы. Ролл уже был готов. Да ладно, не такой уж он сложный. Ну, может быть, он не сложный для тебя. Дети смотрели товарищи Sega Challenge. Когда Хелсингу в первой игрушке досталась вертолетная игрушка типа ОТР Rescue, которую я играл. Вот. И он ее достаточно много времени на нее потратил. И он ее тащил, 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 тащил. Он ее дотащил до уровня 5-2. Когда последний 5-3. И после долгих часов попыток благополучно слился, не сумев его пройти, и реролил игру вот таким гирем. Это было больно. А это какой уровень? Второй уровень, никак. Второй. Раз синенький, значит второй. Да, у меня сейчас второй уровень. Нет, там написано Ариэд Чув. А, Ариэд Пада. Так в эту же игру можно в копии играть. Да. Да. Мы же выяснили, что это силкворм от вертикал. Не, если кто-то хочет и кто-то умеет подключать на двоих, то ради бога. Не, 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 не прокатит, челлендж не допускает таких шуточек. А, ну. Мы не об этом. Мне интересно, техника как будет стрелять, если она будет врезаться вот в эти препятствия, ей придется объезжать. Ну да, может быть. Ну не знаю, все равно спектрум. Дэн, спектрум. Это спектрум? А, нет, стоп, мы решили, что на спектруме я пролистово пометил как вообще... Прецедент создавать не следует, потому что все-таки... Нет, нет подключения интернета, да? Даже если мы его найдем. Тут написано, что его пролист проверял, пролистово пометил как 100 пудов нет. Я считаю, что чиппинг это сугубо такое, как бы сказать, индивидуальное. Нет, здесь мы немножко о другом, да, это личное, но мы здесь немножко о другом, и здесь о том, вот, собственно, о проекте кооперативного челленджа. Спектрум, да, но все равно спектрум, нет, 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 нет. Спектрум, спектрум. Да, 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 да. Я бы, например, с удовольствием с кем-нибудь поиграл там... Кстати, да, а почему вы не разрешите, если можно играть вдвоем, например, и игра на двоих выпала? Личный челлендж на прохождение... Потому что это личный челлендж, да. Потому что ты можешь найти мастера и пройти то, что сам в жизни бы не прошел, или проходил бы там часов 10-20. А что если для людей, которые уже прошли челлендж, сделать такой челлендж 2, который будет проходить вдвоем? То есть каждый выбирает себе партнера и проходит игры... Проект Кооп в настоящий момент находится в разработке и проходит ИИР, и, собственно говоря... Вот это бы я посмотрел. Например, как Ромбарио с Толистом проходят Чип и Дейл. Хе-хе, в Ягодите. Ну, Чип и Дейл-то слишком легко. Ну и опять же я повторюсь. Кто хочет посодействовать, пожалуйста, дорога на Google Диск. А я жду уже Лорда. Там работы не по челленджам. Оригидон кто про че? Оригидон про Копу. Оригидон про свое, да. Там как бы работы побольше, чем сегодня на 15 минут отфильтровать игры. Там нужно качать эмулятор, там нужно искать игры, там нужно все это дело проверять. Там хотя бы искать лонгплей надо, потому что по ним частенько можно убедиться, что возможно это или нет. Жди, перед жди я пройду, да? Да, я пройду. Программа жди меня быстрее закончится, чем ты придешь. На данный момент у нас подтверждено под Коп всего четыре платформы. Это какие? NES, SNES, Genesis и PlayStation 1. Подтверждено, что колосс на них возможен или что это как его? Что он сто пудов работает. А PlayStation 1 же вроде пока под челлендж не подходит. Как это не подходит? Один подходит, она же есть в списке. Да, она по-моему третья снизу. Да? Четвертая снизу. Есть к чему стремиться, Берни. Блин, а я как-то думал, что все-таки двойка не подходит, да, все-таки? Да, двойка не подходит. Двойка не подходит, двойка шестое поколение. А я в первую не разу в жизни еще пока не играл. И что? Я ничего не просто говорю, что я еще не успел. И что бы это меняло? Да ничего. Будет плохо. Я думаю, ты в Spectrum особо не играл. Да, ты в большей части ни во что не знаешь. Как раз в Spectrum я играл. А, без программист. Ну окей. Ну в Commodore 64 играл. Нет, не играл. А MSX? Нет. А MSX, кстати говоря, платформа-то хорошая. Из всех компьютеров MSX самый такой, самый приятный. Ну, кроме Ания, не считая Амиги, Амига-то Амига. Начнем с того, что MSX это не отдельный компьютер, а это именно что платформа. Компьютеров тысячи было. Как и Spectrum. Нет, безумеется, Spectrum она все время, ну... Это были любительские советы. А MSX в Японии выпускали все компании, не лень там. Yamaha, Toshiba, Seto. Этот формат открытый был. Очень красота. Больше всего мне в Spectrum нравилось то, что там был Basic, и можно было программировать самому. И вот сейчас у меня Spectrum стоит как эмулятор на моей Nintendo DS. И очень частенько, чтобы там в памяти возобновить все вот эти вот программные коды, сяду так, потыкаю, поковыряю. Интересно. Но без клавиатуры не то. Ну почему? Клавиатура на как раз на второй, на втором мониторе, который, который тач-скрин. И ты можешь этим палочкой тыкать по кнопочкам. Это удобно. В создании MSX замешан Microsoft, ведь? Ага, Microsoft. Но все равно это хорошая платформа. Потому что, по сути, всю платформу выдумал, как это, по-моему, генеральный директор японского отделения Microsoft. Всю эту систему. А потом открыл ее, что не стандартно. Это для всех сразу. Для всех желающих. Да. Ну, я бы сказал, не, реально, вот я по тому всему, что я видел, MSX это хорошая платформа. Вот, пишут, самый приятный комп это PS98. NetPC98? NetPC98. Не знаю. У нас нет в списке NetPC98, увы. Если бы был бы, а Марио повесился. Тихо. 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 Или кто-нибудь другой. Аромарел, аромарел бы хохотал. Жестко. Тихо. Тихо. Толхо первые пять частей. Не, ну если хватает, я вам, блин, пройти не могу толком. Нет, причем первая часть, тоха, она больше на Arconoid похожа, чем на Shmack. Что, норм? Но все равно неизменяемо сложный. Ну, понятно. А кому нахрен нужны вменяемо сложные игры в те времена были? Кто знает игры на ГБ Аскол? Зельда? Признавайте. Зельда, которая на марафоне доставалась этому Хелсингу, кажется. Кажется, Хелсингу, да? Я не помню. И все пытались запустить, но так и не смогли. Так, господи. Прекращайте камни, ведь невозможно, ты ни хера не видишь. Творачиваться от того, что нету на самом деле. Ну, хоть жизни теперь у меня не одна, а три. Мне будет полезнее, надеюсь. Что за нахуй? А вот, кстати, вот такой вопрос. А сколько игр было на NetPC? Игра там было достаточно приличное количество. Ну, что-то как минимум 200. Но большинство этих игр 18+. Вот как. А для чего они вообще... Для чего кто-то... Для чего ее придумали? Не знаю. Ну, в Тумари тоже будет хорошая платформа. Ну, был же TurboGrafx, во-первых. Который в NetCe делали большую часть игр. Мы пытались создать конкурентов. А NetPC-98 это что-то типа следующий этап развития TurboGrafx? По-моему, даже два поколения спустя где-то, не знаю. На самом деле, мне даже интересно, чтобы ты тащил вот так вот хорошо все это дело. Я считаю, что 100% на челленджу нашего нужны еще участники эффективные. У меня такое мнение. Потому что пока их только двое. Это Пролист и... Нет, Пролист свое отыграл. 100% у него не вышло. А, вот. Это на настоящий момент это Сома и Тру. Седьмая и восьмая платформа соответственно. Причем Тру практически сейчас балансирует на грани. У него R-Type, который пройти, мягко говоря, сложно. Между прочим, кстати, к вопросу о шмапах. Да, еще один. Вот, я покопипащу википедию. Оллнет PC Games? По поводу PC и... Будь здоров. Будь здоров. Спасибо, блядь. Пой, пой, пой. Спасибо. А у нас там сырость, что ли? Да, нет, нормально. Когда на улицу не выходишь, хорошо, сухо. По сути, этот не PC-98 был отличный для моей BMPC, если бы не несколько отличий. Аппаратных? Ага. Он ведь тоже на АХ-86-карте. Понятно, то есть стимуляция не составляет собой большого труда в наше время. Ну. А танки начали чаще стрелять, чем было. Да вообще все начали чаще стрелять, невозможно почти увернуться. Ну да, одну пульку на экран плюнули, и чаще стреляют. Нет, ну это я просто успеваю сейчас замочить еще. А если они полный размах возьмут, я... Особенно вот такие вот бесят. Так, а вот это я не знаю, сколько это. Ммм, сайт почти готов. А, это бас говорит, отлично. Я... Нет, стоп, я не прочитал. Правила готовы, и мули, и инструкции, а то сайт почти готов. Значит, с инструкциями по емулям, по-моему, никто не занимался. И вот. И по-моему, оно никому не надо еще. Не-не-не, на самом деле, кстати, да, пока, по крайней мере, пока что не надо. Хотя я предлагал тоже эту идею еще раньше. По сложному емулям сделать инструкцию. Я даже предлагал Пролист на это дело подписать. Пролист сказал, вот, говорит, что, блин... Нет, в жопу ему лень. По-хорошему надо разобраться самому кто-то. Да. Можно самому разобраться. Да, ладно. Можно, на самом деле, и по большому счету это даже нужно, потому что... ...участники должны расти над собой в процессе челленджа. Так, и когда, собственно говоря, босс пойдет? Ну, уровень длинный. По-моему, как... Ну, я не знаю, там, короче, видос на 28 минут. И последний, наверное, 7 или 10. Это вот этот уровень. То есть он длинный. Угу. Вот, вот, получается. Ой, а чего я вздох? А. Я не вижу, у меня еще отставание такое жесткое. А, там пулька вылетела в этом. Позже надо создать вип-конфу, и я ссылку туда кину для тестинга, как будто готов сайт. Вип-конфу не надо, кидай мне в личку, я раздам остальным личками. Так, игре кинет Денис, а Денис кинет мне. Если надо вип-конфу, можно вип-конфу. Если у тебя есть, ты сможешь говорить обо вся... Для текстов смысла не имеет. У-ху! Что, втащил? Да, все, гейм-бой. У-у-у, сиськи! Меженком, принц сиськи. Сиськи. Молодцом. Ну что, гейм-бой? Ты сразу потащишь? Выбирай гейм-бой и... И тащи сразу, что она... Это гейм-бой, она даже настроек не требует. Скачал эмулятор, запустил и играй. Можешь сейчас цвета прикрутить, если черно-белый. А, и цвета прикрутить, если... Не-не-не, вот если ты скачаешь именно тот эмулятор, по которому я скажу, там очень хорошо прикручиваются на автоматике цвета. Гейм-бой, а там еще гейм-бой кавер. Блядь, вы уже добавили гейм-бой кавер? Уже добавили гейм-бой кавер, и все, не ошибаюсь. Ну, ага. Сома Круз к нам присоединился. Здравствуй, Сома. Ты заходишь. Так, все в работе. Вот даже еще и этот... Никаких претензий нету даже этот... Хайскор. Я как раз сейчас за это застримлю, чтобы... Да нет, тут какие претензии могут быть? Так что... Давай, не разрывая стрим, выбирай игру. Так, конечно. Wars Turbo какой-то. Гейм-бой Wars Turbo. Ой, Гейм-бой Wars! Че? Че-че-че? Гейм-бой Wars. Больше стратегий. Я не вижу пока что. Больше стратегий для УГЦ. Все пересаживаются, аж мапов на стратегии. Так. А че бас говорит? Я хуй знаю, че это. А то я знаю. На ГБА-марафоне Хелсик не играл. Это стратегии жесткие. Вот и начинается он. Сиськи. Пошаговые. Это жесткие пошаговые стратегии. Так, тогда не расходите. Сейчас я продолжу. Это жест... Эта песня, не ошибаюсь, жесткая.